За последние три недели мир сильно изменился. Люди снова начали делиться на разные лагеря, как это было с началом модного заболевания. Кто-то верил в происходящее, кто-то не верил. Сейчас происходит всё то же самое, пока люди отвлекаются на такие события, как небывалый рост цен в США и Европе, события на Украине, воинственная риторика Китая в отношении США и многое другое. От цифровой повестки дня никто не отказывался. Как было предложено внедрять технологии искусственного интеллекта, так потихоньку это и будет происходить. А что конкретно, именно об этом сегодняшнее видео. Мечтающий установить ручное управление над каждой личностью через интерфейсы, не стесняясь, заявляет об огромных прибылях для технокорпораций, а также о прогрессе и неизбежности подключения всех людей в единую нейросеть. Вот только население как-то забывает спросить, хотим ли мы стать управляемыми киборгами, мозги которых плавают в дополненной реальности. Изучение электрических ритмов головного мозга открыло перед учеными новые области знаний и поставило важный вопрос – может ли человек, лишь силой мысли, управлять тем или иным предметом? Одним из самых ярких и значимых экспериментов, позволивших точно ответить на этот вопрос, стал опыт, проведенный физиологом Ельского университета Хосе-Мануэлем Родригесом Дельгада в 1963 году. Исходя из последних тенденций, невольно задаешься вопросом – так какое же будущее нам готовят? Хосе-Мануэль Родригес Дельгада изобрел специальное устройство, которое вживил в мозг быка, а затем управлял им через специальный датчик. В качестве следующей важной вехи в развитии нейрофизиологии стало вживление первого нейроинтерфейса в мозг живого человека. Это произошло в 1998 году под руководством невролога Филиппа Кеннеди. В связи с этими и многими другими открытиями в этой области, сейчас одним из наиболее актуальных исследований в сфере нейрофизиологии является разработка интерфейса вида мозг-компьютер, которая не только позволяет человеку управлять устройствами извне с помощью определенных паттернов активности головного мозга, в основном помогает парализованным людям справляться с повседневными задачами, но и способна создать новые каналы для коммуникации людей и глубже понять потенциал человеческого мозга. Совершенно очевидно, что управление устройствами одной лишь силой мысли – лишь одна более или менее приглядная сторона медали. Связь между мозгом и компьютером является двусторонней, а функции и реакции головного мозга на различные раздражители до сих пор детально не изучены. Но уже сейчас понятны некоторые алгоритмы для стимуляции мозга. Искусственный интеллект посылает сигналы непосредственно в него, стимулируя или наоборот угнетая активность тех или иных зон. Краткосрочные и долгосрочные последствия для физического и психического здоровья индивида в результате таких манипуляций непредсказуемы. Да и в случае простой односторонней связи, когда мозг постоянно работает не в своем стационарном режиме и постоянно переживает вмешательство, рождается беспокойство за его сохранность и стабильность психики подопытного. Использование нейроинтерфейсов открывает не только новые стороны в медицине и в процессе реабилитации больных, но и в профориентационной деятельности. Так многие психологи разрабатывают различные тесты для детей и подростков с целью определения способности ребенка к той или иной профессии. Однако многие подобные опросы все же не позволяют полностью определить потенциал личности. Поэтому сейчас появляется практика внедрения нейроинтерфейсов в процесс прохождения профориентации. Самым большим достоинством данного способа является то, что прибор позволяет считывать сигналы мозга при решении ребенком той или иной задачи. Так, путем сравнения полученных данных, можно увидеть, что уровень сосредоточенности и умственной деятельности существенно отличается в зависимости от увлечений и способностей ребенка. То есть наибольший интерес заметен при высоком уровне сосредоточенности и умственной деятельности. Никто и не сомневался, что ребенок больше сосредотачивается на том, что ему интересно. Для понимания этого не нужны никакие мега-нано-гиперисследования и технологии. А вот с профориентацией все куда интереснее. Уже сегодня в начальных классах детям навязчиво предлагают пройти различные тесты для определения своей будущей профессии. Это часть концепции персональных образовательных траекторий, которая должна заменить традиционные оценки и экзамены. Безусловно, несмотря на те возможности, которые может нам дать использование нейроинтерфейсов, необходимо помнить и о неоднозначных аспектах их применения. Основной проблемой в данной сфере является большой уровень разрыва между прогрессом в области научного знания и отсутствием прогресса нравственного. Мы говорим об абсолютно новой эре, где человек идет по пути симбиотического существования с использованием нейроинтерфейсов, чипов, вживляемых в человеческий мозг, увеличивающих природный потенциал человека и якобы расширяющие его возможности. Так, в качестве противоречивого проекта можно выделить компанию Neuralink всемирно известного миллиардера Илона Маска. Уже сейчас можно легко найти список специалистов, которые требуются компании. Задумка заключается в том, чтобы имплантировать в мозг человека крохотные чипы, которые смогут улучшить его когнитивные способности, причем это позволит не только увеличить человеческий потенциал, но и общаться якобы телепатически. Следовательно, в отсутствии на данный момент какого-либо законодательства в этой области человек может быть подвержен манипулированию извне, что поднимает важный вопрос личной безопасности и этики. Но, разумеется, новая эра, слияние человека с машиной, вживление чипов, все это мы уже слышали не раз на разных площадках. Но тут лоббисты идеи сами признаются. Человек может быть подвержен манипулированию извне. Отсутствует нравственный прогресс. Аспекты применения нейроинтерфейсов неоднозначны. Де-факто они признаются в том, что выстраивается совершенно антиэтическая и антигуманная система управления людьми. И при этом парадокс предлагает нам радостно шагнуть в новую эру. Согласно исследованиям рынка нейроинтерфейсов Allied Market Research, к 2023 году данная технология соберет более полутора миллиардов долларов. Во многом это связано с многообещающими прогнозами на рынке BCI. Рост числа нарушений головного мозга, который влияет на движение частей тела, увеличение государственного финансирования в развитых странах для проведения научных исследований и более широкое использование технологий компьютерного интерфейса мозга игровыми предприятиями являются основными факторами, которые способствуют росту рынка технологий компьютерного интерфейса мозга. Однако нехватка профессионалов, обладающих опытом работы с системами компьютерного интерфейса мозга, проблемами кибербезопасности и этическими соображениями, негативно влияет на рост этого рынка. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что эти проблемы в конечном итоге будут решены вместе с дальнейшей коммерциализацией технологии. Естественно, главное для разработчиков и сбытчиков новых технологий – коммерциализация. При таком подходе вопросы безопасности и биоэтики всегда можно успешно задвинуть куда подальше. Достаточно умело пролоббировать, что следует и кому следует. Ведь деньги в этом сегменте будут крутиться немалые. А вот финальный вывод специалистов по данным технологиям из Финниверситета. Одним из важнейших прорывов в области изучения работы мозговой активности является создание технологии BCI. Данный прибор и методика открывают большие возможности в различных областях знаний, будь то медицина или бизнес. Благодаря нейроинтерфейсам уже сейчас стираются границы в общении людей с различными проблемами здоровья, ускоряется темп реабилитации больных после инсульта, увеличивается точность определения способности человека и многое другое. Несмотря на неоднозначность нравственного аспекта процесса вживления специальных чипов в человеческий мозг, область развития нейроинтерфейсов имеет огромный потенциал для нас и для будущего поколения. Именно так они и говорят. Ну а раз имеет огромный потенциал, значит эту область будут развивать и внедрять семимильными шагами, что сегодня и происходит. Всем нам пора осознать, речь идет не об утопических территоризированиях научной профессуры или далеких от реальности проекта. Та же самая тема чипирования, якобы ради повышения умственных способностей, уже открыто поднимается на международных образовательных форумах, которые курируют различные корпорации. Так, несколько лет назад на международном форуме «Евразийский образовательный диалог» в Ярославле, который открывался приветственным словом экс-министра просвещения Ольги Васильевой, настоящий шок произвела презентация члена Президиума Европейской Ассоциации Организации Неформального Образования Рене Клариса под названием «Шокирующее будущее дополнительного образования». Кларис озвучил инновационное предложение от группы исследователей из Стэнфордского университета. Любого ребенка, подростка, взрослого можно чипировать и таким образом поднять IQ биообъекта до базовых 100. А через 5-10 лет можно будет приобрести и имплантировать и более продвинутый чип с IQ200. Причем всего за 200 евро. А теперь представьте, что будет, если этими чипами будет управлять искусственный интеллект. А что, собственно, с ним-то происходит сейчас? Согласно новому отчету международной группы экспертов под руководством университета Брауна, эволюция искусственного интеллекта достигла критического и даже поворотного момента. Прогресс в обработке языков, компьютерном зрении и распознавании образов означает, что искусственный интеллект ежедневно затрагивает жизни людей от помощи людям в выборе фильма до помощи в постановке медицинских диагнозов. Однако с этим успехом возникает необходимость осознать и уменьшить риски и недостатки систем, управляемых ИИ. Например, алгоритмическая дискриминация или использование искусственного интеллекта для преднамеренного обмана. Ученые информатики должны работать с экспертами в области социальных наук и права, чтобы гарантировать, что ловушки искусственного интеллекта сведены к минимуму. Такие выводы сделала группа экспертов в области информатики, государственной политики, психологии, социологии и других дисциплин проекта АИ-100. Он организован Институтом Человекоориентированного Искусственного Интеллекта Стэнфордского университета. Его цель – мониторинг прогресса искусственного интеллекта и контроль его развития. В последнем отчете, который пустил проект АИ-100, оценивается развитие искусственного интеллекта в период с 2016 по 2021 год. За последние пять лет искусственный интеллект совершил большой скачок. Это больше не инструмент в исследовательских лабораториях или других строго контролируемых условиях. Технология широко распространена в обществе и влияет на жизни людей, объясняет Майкл Литман, профессор информатики в Университете Брауна. Важно понять, как получить максимум выгоды от работы искусственного интеллекта при минимизации рисков. Эволюция искусственного интеллекта достигла критического и поворотного момента, заключают эксперты. Они отмечают, что правительствам и научному сообществу необходимо взять ответственность за то, чтобы ИИ развивался на благо человечества, а не против него. Но мы-то с вами прекрасно знаем, в какую сторону они движутся. Как видим, ни один из проектов глобализаторов не забыт и не заброшен. Они продолжают последовательно уничтожать человеческую природу и трансформировать в кавычках все сферы жизнедеятельности общества. И их ближайшая цель – ни много ни мало сознание, подсознание и мозги людей. Поэтому сегодня необходимо как можно чаще задавать себе вопрос, а хотим ли мы такого будущего? Друзья, свой ответ напишите в комментариях. Также ставьте лайк этому видео, если оно является для вас информативным, и поделитесь им со своими единомышленниками. Ну и подпишитесь, конечно, на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!